друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на сам вела адамяна напоминаю вам о том что у меня появился новый обзорный канал который называется галинка малинка 2 обзоры ссылочку на него обязательно закреплю в комментариях ну что ж я уже выкладывала первую часть стрима вот этого стремного стрима самуэла адамяна который просто ребят поверг меня в шок знаете ну когда есть над чем посмеяться постебаться я со спокойной душой могу это сделать до дому поднять настроение всем своим зрителям в том числе и себе самой да как говорится нужно на youtube приходить хорошим настроением и с youtube а выходить с хорошим настроением но вы знаете бывают такие моменты которые меня просто не то что удивляет не то что поражает они меня возмущает буквально до глубины души знаете я никогда не понимала тех людей которые выносят ссоры за сбы но мое мнение если поговорили две подружки на кухне это должно остаться между ними если обсудили кого-то вне зависимости от кого да там родных близких друзей и знакомых опять же все это должно остаться между людьми но что мы видим у адамянов под адамянами я имею ввиду конечно же на севку его ближайшее окружение тех людей с которыми находится каждый божий день это вы знаете постоянно постоянно они кого-то обсуждают обсирают и все это вываливают прямо на всеобщее обозрение мое мнение что это вообще неадекватная ситуация ненормальная ситуация но обычно про таких говорят что с такими знаете друзьями и враги не нужны но что вот самое страшное в этой во всей ситуации это то что здесь идут непосредственно унижение оскорбления уже близких родственников но слава богу как говорится слава богу не все в этом принимали участие но севка молодец вот тот самый которого так восхваляют его вот эти вот хомяки до которого так восхваляет надюха вот он просто преуспел в унижение оскорбление своих родных и близких и было бы как говорится из-за кого знаете сраться со своей роднёй да друзья мои вот все это из-за снежинской он решил да решил поставить как говорится на место айгуш адамян который все-таки как ни крути пусть даже они и не виделись приходится ему родственницы на что он ей сказал был не нравится залезай обратно не снимай себя но мол засунь свой язык куда подальше ребят в своем в своей первой части обзора в своем обзоре на первую часть стрима самуэла адамена я уже сказала такой момент что если вас что-то не устраивает себя или снежинскую да то вы точно также можете засунуть свой язык куда подальше и но не вылезать на все общее обозрение тоже не выкладывать себя если честно немножко не понимаю да то есть получается кому-то можно кого-то обсирать и разбирать до костей ну а кому-то даже вякнуть как говорится нельзя куда это там буквально знаете на святое полезли а что это святое вот хотелось бы узнать я так понимаю севка расставил приоритеты для него вы знаете в приоритете не родственники даже не близкие родственники а некая там обзорщица которую он возможно никогда в жизни в глаза не видел не увидит и да не видит и не увидит вообще абсолютно кстати ребят вы знаете вот этот а стремный стрим по лайкам набрал крайне мало видимо это понимаю что очень много было возмущенных людей вот так и хочется сказать кто тебе дал право вот так вот обсирать и обсуждать людей ребят когда он назвал россии ублюдочной страной мне знаете честно захотелось плюнуть в морду вот ему и всем тем присутствующим кто то там находился на этом стриме но настолько они нас ненавидят настолько они говорят гадости хочется сказать товарищи товарищи уже как-то умерьте свой пыл уже держите себя в руках вы все-таки публичные люди вы все-таки блогера и все-таки как ни крути должны держать свое лицо и вообще против таких людей которые знаете по одну или по другую сторону баррикад начинает унижать оскорблять и так далее можно высказывать свое мнение его можно высказывать достойно но называть страну страну да любую страну ублюдочной страной соответственно ее жители ублюдками это вообще мне кажется это ты просто себя опустил вот просто на дно но на самом деле он давным-давно уже моральный урод и он давным-давно уже на дне но в любом случае друзья мои вот понимаете что самое интересное во всей этой ситуации да вот он сидит жрет пьет празднует праздно живет отсиживается почему-то на западной украине а потому что оказывается никто значит никакую там мобилизацию не включил и они никому не нужны но как так вот как так получается да и кругом все у него плохие один он хороший замечательный вместе со своим колясиком путешествуют они по украине вот мне непонятно мне все понятно когда люди пытаются спасти себя это абсолютно нормальное явление до инстинкт самосохранения как говорится еще никто не отменял но в таком случае сидите как говорится свои рты позакрывайте и вообще не за возмущайтесь по этому поводу да почему вы первые политологи вы первые люди которые рассказывают о каких-то там событиях когда вы там даже не находитесь согласитесь как-то все это странно и попахивает каким-то самым настоящим лицемерием понимаете я вот теперь прекрасно поняла зачем всем а вот и вот этому сам был у калямбе зачем им эти темы про войну военную операцию так далее ребята все понятно все понятно как белый день понимаете они сидят жрут пьют праздно гуляют показывают насколько у них лайтовая лакшери жизнь но и дабы так скажем на них не спустили всех собак они начинают кричать горлопанить как два горлопана плюс там присоединилась еще мамка присоединилась надюха и все начали гнать по поводу политики и так далее успокойтесь товарищи поберегите нервы хочется им сказать потому что знаете что потому что неизвестно что вы скажите потом да потому что у многих из вас я смотрю меняется своя точка зрения это раз ну а во вторых в любом случае как то это действительно попахивает лицемерием по той простой причине потому что ну вы далеко от всех этих событий но вы почему-то пытаетесь быть в гуще всего этого понятное дело лишь бы вас только никуда как говорится не замели по этому делу я имею ввиду да ну вот кто его знает кто его знает скажет а вот два здоровых хлопца гуляют а почему бы им не пойти как говорится и не помочь своей стране не 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 вы что с ума сошли нет один певец другой только учится помните да я только учусь в золушке так вот помогать они готовы только исключительно языками но в общем как то так и происходит далее 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 ребят я вообще в шоке вы знаете когда когда он еще сказал про айгуша дамят который он никогда особо там в глазах не видел да в глаза не видел я еще как-то да но это тоже выглядело очень некрасиво но когда он ради некой обзорщицы обозвал своих племянниц недоразвитыми ребят в этот момент когда он сказал они недоразвитые колька как дурачок начал гоготать знаете сразу была видна реакция того самого недоразвитого вот согласитесь вы знаете вот тут колясик тот самый колясик которого я вчера еще хвалила за тот самый момент когда он начал высказывать сам был у сам был ты что ты не прав ты надю назвал типа толстый так говорить про вес женщины нельзя про ее возраст нельзя колясик а обсирать свою родню можно вот мне просто интересно а почему же ты не сказал севки что он просто по-скотски отнесся и начал оскорблять своих заметь никого-то там с улицы еще можно было бы понять да а своих родных девчонок своих несовершеннолетних родных да вот это дочки его родного брата то есть его племянница и вот хочется сказать что на самом деле молодец молодец севка ты просто подлезал обзорщицы которую ты знать не знаешь и взял и унизил своих родных племянниц вот просто позор позор какой он к черту поцелованный богом как кричит надюха на каждом углу ребят вот с такими родными действительно никакие враги не нужны вы знаете как он назвал девчонок вот этих вот молодых дочек этика забитые ущербные да говорит я согласен со снежинской они забиты ущербные я говорит тоже так считаю что они тоже недоразвитые потому что они не гуляют с друзьями а сидят дома с родителями но я не знаю на самом деле говорила так снежинская ли не говорила я уверять не буду потому что я ее не смотрю когда-то у меня были на нее обзоры когда она обещала бросаться бутылками зажигательной смесью я тогда выложила на нее несколько обзоров сейчас я ее не смотрю и я не знаю что она там говорила про племянниц да сам было про дочек эдика вы знаете я эдик это по большому счету часто не смотрю но может быть от силы но у меня нет времени на это хотела может быть раз пару в тройку недель забегу к нему посмотреть какой-нибудь влог честно про девочек ничего не знаю внешнее впечатление я прекрасно понимаю что здесь все дети абсолютно разные все абсолютно подростки разные кто-то более общительный кто-то менее кто-то более зажат кто-то более раскрепощен даже до нельзя я бы сказала но опять же вот мое личное впечатление что касается этих двух девочек хорошие семейные такие домашние девчонки вы знаете но не всем же быть да не всем же раскрывать свои рогатки с 13 14 15 лет где-то гулять есть и нормальные хорошие девочки вот мое мнение хорошие девчонки хорошо воспитана нигде не бегают не гуляют да может быть можно было бы быть более шустрыми но опять же у всех разный склад характера все по-разному воспитаны у всех разные семьи и здесь от семьи тоже за зависит многое это что девочки но в принципе дома вместе с папой с мамой в этом я не вижу абсолютно ничего плохого опять же традиции опять же воспитание опять же культура и это тоже кстати для меня лично это огромный плюс вот для меня это огромный плюс может быть кто-то скажет да зажаты да так и так но во первых не все обязаны сниматься на камеру и не должны родители решили создать канал пусть снимают себя да девчонки я смотрю особо сниматься не горят желанием это их личное дело вы знаете вот самуэл говорит забитые ущербные какие-то они мол недоразвитые колька начинает ржать мол не хотят гулять с друзьями а мне хочется ребят и заметьте что самое интересное самое интересное то что эдит никогда сам было вообще не оскорбляет да и севка недавно тут как-то кричал да вот эти для меня родной брат да я тоже хочу ему всего самого наилучшего и девочкам готов его дочкам дать деньги и там пусть бы они поехали на море и так далее севка да не нужны никому твои деньги успокойся уже ради бога ты все привык мерить деньгами не все мериться деньгами ты лучше бы не деньги готов был дать а кто бы был за них порвать как говорится свою последнюю рубаху чего ты не сделал какая-то просто посторонняя тетка какая-то обзорщица да для тебя действительно посторонняя тетка какой-то посторонний человек ну взял как ты считаешь да как ты сказал что я не смотрел этот ролик опять же обосрал твоих племянниц назвал их забитыми ущербными недоразвитыми или еще как-то да и тут же ты с ней согласился да я с ней согласен молодец что я тебе хочу сказать молодец ты самый настоящий лицемер так себя люди вести абсолютно не должны тем более со своими родными и близкими я говорю можно что-то где-то кому-то сказать на кухне за закрытой дверью но выносить вот это скотское отношение к своим же родным племянницам унижать их прямом эфире на весь youtube обзывая их недоразвитыми забитыми ущербными неужели этот полудурошный не понимает что кто-то расскажет это девочкам девочкам которые ему не сделали абсолютно ничего плохого свинство вот на месте этика если бы я была я бы в жизни с ним больше никогда разговаривать не стал это ужасно ребят на самом деле это очень ужасно но а теперь знаете я хочу перейти к его другим племянницам против которых он не может себе позволить вот так вот варежку раскрыть потому что если бы он сказал это против ириных дочек ира бы ему быстро варежку бы закрыла по полной программе так вот мое мнение ребята я никогда относительно их не высказывалась карины относительно вот этой вот да мисс вонг что мне хочется сказать но карина вообще сама по себе вот как он говорит про своих племянниц которые между прочим на минуточку несовершеннолетние молодые девчонки карина старше но карина по мне тоже такая же забитая сидит не хочет сниматься имеет она на это право имеет так вот почему он считает что девчонки дочки едика должны бежать с удовольствием на камеру то есть смотрите карине он дает такую возможность и не называет ее забитой а девчонок называет который моложе ее намного что касается дианы но диана вообще вот сколько я ее смотрю сколько я на нее смотрю я не вижу чтобы диана была какой-то там супер-пупер общительный чтобы у нее были где-то какие-то друзья она куда-то ездила до мама до мама это плохо нет это неплохо имеет она на полное право имеет полное право жить так хочется и так вот в таком случае у меня вопрос к севке и к тем кто называет эдика дочек а знаете забитыми ущербными а почему тогда получается дочки едика забитые ущербные а вот как раз таки дианка допустим не забитая не ущербная да хотя она вот только вот только скачет козлом уже вокруг своего мужа который хочу не хочу в ромашку постоянно с ней играет и бегает постоянно к маме то есть получается она не забита она не ущербная дочки едика забиты и ущербные ну потому что такое отношение к этику такое отношение к дочкам на месте этика я бы больше никогда не стала бы передавать привет севке потому что он взял и унизил твоих родных дочек это ненормальная ситуация абсолютно ненормально это скотское свинское отношение вы знаете когда кстати и вот колясик ну так ржал так ему это понравилось боже мой я так понимаю что в общем в принципе конечно все не очень похожи и когда колясик сказал что большая часть не за недоразвитых людей находится у них в чате мне захотелось ответить колясику что вот то что вы себя представляете то у вас представляет то вам и пишут да как говорится если вы читаете всякую грязь всякие похабные комментарии да то конечно же все это делаете ради просмотров ради заработка ради ютуба то значит вы вот это вот хавайте терпите это ваше личное желание в любом случае кто вам мешает читать хорошие комментарии а на негативные комментарии закрывать глаза никто абсолютно далее ребят самый был прикол в самом конце севка назначил там какого-то модератора сказал давайте рвите этих значит с россии так далее чтобы их здесь больше не было но там все понятно все в принципе ну и назначил модератора колям бы когда увидел чуть в обморок не свалился и говорит ты еще говорит назначил того чувака который играет меня постоянно в комментариях оскорбляет а ну-ка говорит давай убирай его из модераторов в общем да друзья мои любят они проходиться по всем оскорблять других но когда дело коснется их то конечно не здесь о них ничего плохого не говори знаете вот как бы мы не смеялись как бы я над ними не смеялась как бы я их не стебала да как бы мне не было смешно смотреть многие блоги но опять же я никогда не соглашусь с теми людьми которые называют севку прекрасным человеком хорошим человеком веселым знаете таким рубахой парень потому что я никогда я не приемлю таких моментов когда люди начинают на всеобщее обозрение выносить на публичную плоскость и оскорблять своих родных и близких друзей и знакомых или тех с кем когда-то вместе находились так скажем по одну сторону баррикад да я вообще понять такого не могу я считаю что это чистой воды лицемерие это скотство свинства и этому нет на самом деле абсолютно никакого оправдания знаете люди могут переобуваться абсолютно спокойно вот такие как севка переобуваются просто на раз-два вы знаете вот сегодня они сказали так а завтра так а потому что они нашли для себя оправдание начинают кого-то там оправдывать нет такого быть не должно как и не должно быть такого что ты вышел и на стриме взял ради какой-то чужой тетки засадил своих родных племянниц да вот просто взял их обосрал их унизил даже не думая о том что эти девчонки обязательно вот это услышат если не от родителей если не от родственников да хотя их родственников полным полно там значит в стабропольском крае да возможно от каких-то там ровесников сверстников одноклассников и так далее но севке плевать севка считает себя звездой вот он молодец он может себе позволить сказать кому-то засуньте свои языки в жопу молчите а не нравится убирайтесь так вот севка и тебе и тем кого ты защищаешь могут сказать то же самое не нравится засуньте свои языки в жопу и убирайтесь ребят вот такой у меня получился обзор да эмоциональный но как и есть потому что как говорится некрасивая ситуация очень некрасивая очень скотская очень свинская и очень ужасно вот такой обзор у меня получился ребят все всех целую обнимаю всем желаю всего самого наилучшего берегите себя своих родных и близких здоровья здоровья еще раз здоровья ну и конечно же всем тем кто подписывается на канал всем кто ставит лайки всем кто пишет хорошие адекватные комментарии всем огромное спасибо всех целую всем пока всем пока